Продолжение следует... 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 угля, подземных пресных борт, ртути и сурьмы, редких земель и нелудного сырья. На сегодняшний день на балансе крупных месторождений у нас оставлено в районе 700 тонн, из них 600 тонн на крупных месторождениях, олова 208 тысяч тонн, вольфрам, сурьма, ртуть. Ртуть у нас Кайдарканское крупное месторождение продолжает сейчас еще работать. Сурьма на привозном сырье, редко земельные металлы на стадии проектирования. Нефть, к сожалению, у нас в результате 70 лет эксплуатации, 80% нерентабельная. И сейчас вместе с Россией мы подписываем контракты, чтобы реабилитировать эти старые скважины и открыть одно и второе дыхание. Уголь мы раньше называли, что очага по Средней Азии. К сожалению, мы миллион тонн только в прошлом году, миллион сто тысяч добыли. У нас план при потребности 2 миллиона, и сейчас по трём крупным регионам нашей страны мы сейчас закладываем крупные проекты. Сулептинска, поле номер 11, Карапичи, вот эти регионы. Подземные пресные воды хорошо представлены, и в последующем в районе 10-15 лет Чуйская область будет проблемой с питьевой водой. В целом по стране, как я сказал, в трёх районах представлены угольные месторождения, каменный уголь есть. Золотодобывающая промышленность, она представлена равномерно по всем регионам, областям. Ртуть только на юге. Сульма тоже, Кадамжальский, Сульмян и Кабина. На следующий число производства. Структура производства 89% занимается золота. Второе – это нелудное сырьё. Представлены строительные материалы, цветные металлы, нефть и уголь в основном. На сегодняшний день 17 горнородных комбинатов действующих, проектируемых и строящихся. 8 комбинатов действуют. Проектируемые 6 комбинатов. И на сегодняшний день строящиеся, изучают, вы знаете, по золоту. Толбогула в левобережную по золоту. Китайская компания. И кристанверты по золоту. А какая же государственная у нас политика в сфере гидропользования? В прошлом году у нас вышел новый закон о недрах. 17 сентября он вступил в силу. И к нему 4 документа, которые... Полную реализацию этого закона о недрах вступило 10 января. И мы считаем, что закон о недрах, значит, он более либеральный. Здесь учтены, прежде всего, экономические воздействия на инвесторов. Мы ушли от администрирования. И в Гонконге закон о недрах, он у нас получил очень высокую оценку. Мы считаем, что он более-менее либеральный. И созданы более-менее благоприятные инвестиционные климаты для инвесторов. Какие же условия? Это вот для всех гидропользов, вне зависимости от страны, происхождение равных условий, гарантирование вложенных инвестиций, в рассмотрении заявок в течение одного месяца регистрируются и в строгом порядке. К сожалению, у нас около тысячи заявок за два года были накоплены. И государственное агентство, а точнее, государственная комиссия по лицензированию, она рассматривает и процентов 85, вот за 2-3 года то, что накопилось, уже рассмотрено. И предоставление исключительно права трансформации лицензии от поисков до разработки. Что имеется в виду? Это, значит, выдается лицензия на поиски, потом на разведку, и после этого инвестору, который проводил эти виды работ, дается исключительно право на разработку. То есть инвестор приходит, вкладывает деньги в поисковые работы, и он уверен, что будет уже выдана лицензия на разработку. Я думаю, это вот существенно у нас такой положительный момент в нашем законодательстве. Предоставление земельных участков по принципу единого окна. То есть сейчас нами создаются кадастр земель, то есть государственный резерв по полезным ископаемым. И государственный орган, государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам уже непосредственно сам будет выдавать землю по недропользованию. Это как бы принцип единого окна, и больше будет меньше проволочек. И один из принципов, то есть молчание знак согласия при предоставлении отчетов и утверждению планов горных работ, программ развития горных работ. То есть если госагентство не уведомляет в течение двух месяцев, считается эта программа утвержденной. В свою очередь государственная политика в сфере недропользования предусматривает повышение ответственности инвесторов. Это ведение социального пакета. К сожалению, у нас сейчас социальный протест, протест местного населения широко развит в целом по стране. И поэтому широкомасштабное привлечение инвестиций, оно захлебывается именно по этой причине. Надлежащая репутивация нарушенных земель должно быть. Специальный счет открывается в банках, и которые от начала разработки до конца равномерно поступают на специальный счет в фонд рекультивации. Введение прогрессующего платежа за удержание лицензии, значит, невыгодно будет уже лицензиату удерживать лицензию. С каждым годом платежи будут увеличиваться в размере. Передача удовлетворенного капитала юридического на платной основе. Ну и предоставление отчетов сейчас у нас на прозрачной основе. Законом о недрах предусмотрена выдача лицензии на права поисков, в разведке и разработке месторождения полезностных тремя способами. Это конкурс, аукцион и прямые переговоры. Конкурс – это месторождение общегосударственного значения. В основном это геологические критерии, крупные месторождения. Аукцион – это когда объекты не состоялись по конкурсам два раза, и на те объекты, средние объекты, на которых поданы два и более заявок. И прямые переговоры – это мелкие месторождения, это в основном строительных материалов. По налоговложению, значит, на золото, на добро от 1 до 20%, в зависимости от цены на золото, прогрессирующее, больше 1700 долларов, ну, резко прогрессирует. Проверяйте от выручки, от объема выручки, налог на дивиденды, нерезиденды, тоже от дохода, с продаж и налоговые платежи по 2%. И нужно заметить, что налог, значит, от выручки 2%, он уходит в местный бюджет. Следующий. Мы считаем, что вот в Кыргызстане сейчас, кроме неблагоприятной инвестиционной среды, в виде протестов местного населения, в основном условия созданы благоприятными. Это, в первую очередь, экономические методы регулирования, законодательские, дешевая квалифицированная рабочая сила, в целом по сравнению 200 долларов, гододобавающих предприятиях 2-3 тысячи долларов, это в крупных компаниях, и до 7 тысячи долларов средняя зарплата в инженерных персоналах. Какие же у нас геологические потенциалы? Выявлено около 2 тысяч проявлений. В ближайшее время, мы думаем, 150-200 тонн увеличить запасы золота. В 2012 году около 100 миллионов долларов было включено инвесторами на биологическую разведку, на прирост запасов. Угольные месторождения в целом по 3 районам. По строительным материалам, это белый мураво-качественный, светной. Сейчас 5 месторождений у нас ставлено на конкурс, это месторождение джируй, около балансовых запасов 85. Мы считаем, что при такой цене на золото будет и в целом около 100 тонн. И прием документов до 10 мая. И мы думаем, открытый конкурс мы проведем по месторождению джируй. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме этого, у нас два месторождения, это Тоголок, в районе 30 тонн. И около 80 тонн, это Перексайская группа золотых месторождений. Тоже мы предусматриваем провести открытый конкурс. Также целый ряд угольных месторождений, торсующихся углей. Пожалуйста, если какие-либо предложения, потенциал у нас велик. И, в принципе, разведанных запасов на 15-20 лет у нас хватает. Конечно, государственное регулирование, государственный поток должен на прирост запасов. Это в дальнейшем у нас. Такая программа есть. Сейчас прорабатывается программа устойчивого развития 2017 года, среднесрочного развития горнодобывающей промышленности до 2015 года. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ